Сегодня в нашей программе. Тепло от розетки. Выгодное предложение домовладельцам, чьи дома обошла стороной газификация. Затраты будут возмещаться уже после проведения гражданами, после выполнения работы. Незабытая старая. В Гомельской области введена в строй первая в регионе гидроэлектростанция. Хорошее подспорье для нашей страны. Кому ноль в прибыль? Отменены пошлины на ввоз электромобилей. За электромобилями будущее. И к этому необходимо стремиться. И это наша экология, наше здоровье. Гомельщина по своей площади больше некоторых европейских стран, к примеру, Бельгии или Молдовы. Поэтому не случайно вдали от городской суеты, словно грибы, после дождя вырастают целые коттеджные поселки. Да и многие жители сегодня все больше отдают предпочтение проживанию в собственном доме, где должно быть уютно, тепло и экономически выгодно. Чтобы стимулировать население к использованию электроэнергии, дополнительные объемы которой появятся с вводом БелАЭС, президентом нашей страны подписан указ о возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда. В целях стимулирования граждан к переводу существующего индивидуальных жилых домов на использование электрической энергии для целей отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления, а также для создания комфортных условий проживания граждан, которые проживают в основном, первую очередь, в сельских населенных пунктах, где нет природного газа и централизованного теплоснабжения, в текущем году принят указ президента номер 127. В соответствии с данным указом предусматривается возможность возмещения гражданам части понесенных затрат на электроснабжение индивидуальных жилых домов существующих. Объем возмещения предусматривается в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин. В перечень господдержки внесены определенные виды работ. Проектирование и строительство ответвлений от линии электропередач, внутри домовых систем электрического снабжения, приобретение оборудования и материалов, которые необходимы для использования электроэнергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это конвектор, электрокотел, электроводонагреватель, электроплита. Затраты будут возмещаться уже после проведения гражданами, после выполнения работы и, соответственно, после предоставления соответствующих документов в горы райисполкомы, подтверждающие как выполнение этих работ, так и приобретение соответствующих материалов и оборудований. Кроме того, эти граждане должны быть еще включены в списки соответствующих горосполкомов на получение, возмещение затрат. Выгодное предложение распространяется на домовладельцев, которые проживают в одноквартирных и блокированных домах. Необходимо учесть, что возмещение части затрат на выполнение работ по электроснабжению производится один раз и только одного жилого дома собственника. Данный указ вступит в силу 17 июля и в ближайшее время будет разработан конкретный механизм его исполнения. Говорят, новое – это хорошо забытое старое. Эту народную мудрость вспомнили в Добруше, когда задумались над строительством мини-гэс. Места здесь благословенные. Живописная река Ипуть несет свои быстрые воды через весь город, разделяя и соединяя его мостами. Добруш называют не иначе, как белорусской Венецией. Таких рек полноводных и с такими перепадами не так уж их много. Поэтому не было, скажем, больших альтернатив по выбору места. Ну и плюс добавок немножко, наверное, подсказала по выбору места все-таки бывшая гидроэлектростанция, которая давным-давно у нас здесь, в городе Добруше была. Именно в этом историческом месте в 1899 году на территории бумажной фабрики рода Паскевичей была построена первая в Беларуси гидроэлектростанция, которая сделала Добруш первым электрифицированным городом того времени. С тех пор утекло много воды. Этот символический факт снова всплыл на поверхность, когда четыре года назад предприятие Добгидроинвест приступило к реализации инвестиционного проекта. Сложностей было немало. После войны документов никаких не сохранилось. Поэтому много времени уходило на подготовительные работы. Как таковых особых проблем не было, но программное обеспечение, плюс сам запуск, настройка шкафов автоматического управления, плюс сами строительные работы, все это было нелегко. То есть мы даже работали, бывало, и до девяти вечера, и до десяти по-разному. Надо воду в эксплуатацию было произвести, поэтому вот это было сложно. А все остальное сейчас уже все просто. Есть некий предел по уровню воды, который не дает возможности выработке электроэнергии. Это либо в полноводье после зимы, когда уровень воды сравнивается. Электростанция, предусмотренная с мая по июнь, это простой электростанции. То есть ноль выработки. Если так разобраться, 10 месяцев в году эта электростанция должна работать. Но при поводской ситуации электростанция просто физически не сможет работать. Самое минимальное – это метр сорок. Должен, скажем так, быть перепад в этой речке. В противном случае электроэнергии вырабатываться не будет. Сегодня возрожденная гидроэлектростанция работает в автоматическом режиме. Ее обслуживают пять человек. Все они местные жители, поэтому с душой относятся к настоящему проекту с историческими корнями. И сохранить экологию малой родины такой же чистой и красивой – дело чести. Само название гидроэлектростанции, оно уже в этом вложено, что влияния на экологию фактически ее нет. То есть это природная, самовозобновляемая электроэнергия. У нас установлено три установки по 150 кВт, три турбины. В совокупе они должны давать в час 450 кВт. То есть в сутки примерно около 10 тысяч кВт. В год это получается более 3,5 тысяч мегаватт. То есть это, я считаю, хорошее подспорье для нашей страны. В плане того, что фактически, скажем так, не тратя других ресурсов на выработку электроэнергии, получать электроэнергию. Зеленая экология. Планируемая ежегодная выработка электрической энергии на Добрыжской мини-ГЭС составляет около 2,5 миллионов кВт-часов. Как и 120 лет назад, небольшая речушка Ипуть послужит во благо горожанам, обеспечит райцентр экологически чистой и относительно дешевой энергией. Прогрессивное человечество последовательно движется в направлении зеленой энергетики, отдавая предпочтение самому экологичному и экономичному виду транспорта – электромобилям. По прогнозам специалистов, через 10 лет электромобили могут заменить более 20% обычного транспорта в мире. Одним из преимуществ электромобиля – это то, что он наиболее эффективен, чем ДВС. Электродвигатель у него КПД составляет порядка 90%, в то время как самый эффективный двигатель на традиционном виде топлива – это порядка 40%. Необходимо также отметить с точки зрения экологии. Обычный автотранспорт осуществляет выбросы, в соответствии с которым это влияет на здоровье людей. В то же время как у электромобилей выбросы отсутствуют, в совокупности, если рассматривать развитие возобновляемых источников энергии, в совокупности с электромобилями, это позволит обеспечить экологически здоровое общество. Зеленый свет дан электромобилям и в нашей стране. Только за последнее время принят ряд стимулирующих льгот для владельцев электрокаров. Среди них – отмена уплаты НДС при ввозе в страну электромобилей для личного пользования, освобождение от платы за парковку в специально оборудованных местах. А с мая месяца Евразийская экономическая комиссия обнулила таможенную пошлину на импорт электромобилей в страны объединения. Конечно, развитие электромобильных транспортов – это выгодно для Беларуси. В Беларуси вводится атомная электростанция, будет переизбыток электроэнергии. И электромобили позволят, скажем, существенно сократить, обеспечить потребление этой электроэнергии. Необходимо отметить последовательную политику государства в этом направлении. Сначала был сделан акцент на развитие зарядной инфраструктуры, а недавно был принят указ президента, стимулирующего развитие электромобильного транспорта. В данном указе были, скажем, приняты такие меры, это как отмена таможенных пошлин и НДС, что позволит существенно сократить стоимость электромобиля для обычных граждан. Активно развивается и сервис обслуживания. В настоящее время зарядная инфраструктура Беларусьнефти, как национального государственного оператора, состоит из 265 зарядных станций. Из них в Гомельской области 17. Растет количество быстрых зарядных устройств под брендовым названием «Маланка». Что касается дальнейшего развития, то в этом году мы планируем установить еще по всей Белоруссии порядка 180 единиц по Гомелю, это будет порядка 6 зарядных станций. Они будут, что касается Гомеля, располагаться это на улице Коммунаров, возле торгового центра «Континент» развлекательного, плюс площадь Восстания, это АЗС-21 под Акутовича, и на АЗС-26 на выезде из Гомеля в сторону Минска. В перспективах развития по зарядной инфраструктуре планируется с 2024 года это установка супербыстрых зарядных комплексов, которые позволят уже заряжать современные суперкары, имеющие пробег 400 и выше километров. С временем заряда порядка на 400 километров, это порядка 10-15 минут. Первые супербыстрые электрозаправки можно будет протестировать уже в следующем году. В помощь водителям электрокаров запланирован запуск мобильного приложения. Параллельно развивается и техническое сопровождение зарядных станций. Карта будет запущена во втором квартале, которая позволит передвигаться, планировать свои маршруты. Карта будет частью приложения, и соответствующим приложением позволит в том числе получать доступ к условиям заряда о будущем и оплачивать услуги по зарядке. Зарядная станция нашей компании устанавливается в местах наибольшего комфорта наших автолюбителей, которые передвигаются на электромобилях. Это торговые центры, это транспортные узлы, на трассах это наша автозаправочная станция, на перспективу это будут отдельные объекты. Все определяется в первую очередь комфортом владельцев электромобилей. Если рассматривать, например, Украины, то аналогичные меры позволили Украине обеспечить прирост электромобильного транспорта в стране порядка от полутора тысяч до двух тысяч электромобилей в месяц. За последние три года количество электромобилей в стране увеличилось до 30 тысяч единиц. Учитывая с точки зрения наших прогнозов, мы видим, что аналогичная динамика может быть и в нашей стране, и ожидаем, что к 2025 году количество электромобилей в стране может вырасти порядка до 100 тысяч единиц. Что позволит, в свою очередь, обеспечить потребление электроэнергии порядка 400 миллионов и два часов в год. Рост числа электромобилей на дорогах Беларуси, по мнению специалистов, будет способствовать улучшению экологической среды и грамотному потреблению электроэнергии. А этим вопросом в нашей стране всегда давалось приоритетное значение.